Приветствую зрителей 24 канала, меня зовут Владислав Новиков, на связи со мной Марк Захарович Вегин. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей 24 канала. Давненько не общались, поэтому думаю, всё-таки продуктивным будет наш диалог. Хотел бы начать с такой вводной темы, хотя она не столько же и вводная, сколько очень важная. В ПГТ Коревнево не было в СУ ни дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшее жильё, дома вскрыли и разграбили. Такими словами начинается коллективное обращение жителей Кореневского района Курской области к Путину. Текст письма был опубликован в сети. И вот, казалось бы, не первый год уже идёт война, столько вот всего происходит. И я бывало даже думал, да не буду эту тему брать в разговор, потому что ну чего тут говорить. А с другой стороны, люди пишут коллективное заявление, то есть они всерьёз пишут обращение Минобороны, там Путин, первый, третий, второй пишут и думают, что он им поможет. Так вот, я бы хотел, чтобы вы подсказали людям, а ждать ли ответа от Путина и этой шайки? Ну, во-первых, начнём с того, что, а что здесь нового? То, что находящие дислоцированные части, состоящие из тех, из кого они состоят, российские части, даже на территории России занимаются вот всем вот этим. А что в Украине они не этим занимались? А что в составе путь-то мобилизованных контрактов, это кто? Вот мы знаем, что обильно представлены люди судимые, которые вместо лишения свободы, они по контракту с Минобороны официально могут оказаться, во-первых, в зоне специальной военной операции, ну а она, так сказать, не обязательно, только внутри Украины находится, приграничная зона к ней тоже относится. То есть люди с таким сознанием, с таким отношением к жизни могут оказаться в рядах вооружённых сил. Ну, поэтому разграбление, хотя, естественно, это не обязательно, это могут быть и обычные несудимые лица, которые в рядах вооружённых сил находятся в качестве личного состава и так далее. Подобного рода вещи могут происходить. Ничего такого не вижу здесь экстраординарного, поскольку мы такое уже видели. А что касается обращения к Путину, вы знаете, ну, они же везде так обращаются к царю, так? Обычная практика. Они же не ждут надежды, не полагаются на правоохранительные органы, на местные администрации. Они же знают их, потому что они же близко расположены. Они знают, что там одни воры, коррупционеры, насильники и так далее. Ну, зачастую, конечно, не все, не сто процентов. Но власть, она вся коррумпирована, правоохранительные органы не лучше. Поэтому обращаются к Путину, который далеко, но по отношению к которому надежды питать, иллюзии питать приятно, удобно. Причём зачастую они даже понимают, что Путин не ответит, что он где-то там за облаками. Но они именно так обращают на себя внимание. Вроде как царя боятся, и местные начальства что-то сделают. А что сделают? Вернёт им украденное имущество или что? Или как? И обезопасит их в большей степени? Чаще всего такие обращения, они же ни к чему не ведут. Изображается какая-то видимость, создаётся деятельность по наведению порядка. Но чаще всего редко это приводит к каким-то решениям, которые в пользу людей. Поэтому форма челобитных царю, она никогда из России не уйдёт. Это, знаете, такая уж традиция. По-другому её быть не может. Верят ли они, что Путин им поможет? Но я повторяю, это не так важно. Главное – обратить на себя внимание, показать, что мы вот тут, и у нас проблема. И, честно говоря, здесь показательно даже другое. Вот не надо было даже придумывать бы занятие территории двух районов Курской области, чтобы лишний раз, силами ВСУ, чтобы убедиться о сложившемся русском характере. Ну, он усугублён, конечно, и советским периодом, а и путинским ещё больше. Я вот где-то прочитал, что военнослужащие ВСУ так рассказывают, что как только они зашли, тут суд же в той же, которая сейчас занята вооружёнными силами Украины, сразу побежали друг на друга стучать. Знаете, что стучать? А этот, говорит, за Путина голосовал. А этот вот, значит, служил там-то, там-то. Видели такие сообщения? Вот я верю и знаю, что это так и есть. Сдавать ближнего, значит, они придут, были, значит, сдавали проукраински настроенных людей, когда была власть путинская. Власть путинская не стала, пришли украинцы, значит, начали сдавать путинцев. Ну, по очищанию случись, что они снова окажутся под российской властью, побегут сдавать тех, кто сотрудничал с украинскими войсками. Понимаете? Так что это часть традиции. Да, часть традиции. Стукачество и, значит, причём, опять же, мы говорим про стукачество именно как стукачество. Не то, что сдать там педофилов, выявили и сдали правоохранительные органы. Это дело святое, это обязательно, да? Но мы не про такое говорим. Мы говорим именно стукачество о политической нелояльности, о каком-то, так сказать, составляющей вот такой, понимаете? Чтобы соседа сдать под фанфары, значит, за то, что он власти нелоялен. Вот мы про такое стукачество говорим, а не про сообщение органам о совершении реальных преступлений. Вот это вот традиция. Это вот на Руси есть, как говорится. На ближнего сдать — это да. Так же, как и постоянно челобитничество, повторю, это традиция, поэтому не думаю, что кому-то чем-то это поможет, но так и есть. Но о том, что назревает бунт, говорить не приходится? Или всё-таки, с другой стороны, есть же край какой-то терпению? Вот вы поделились своими сообщениями, а я слышал, что вот эти вот удачные боевые действия, которые происходят в тылу, они вообще-то очень хорошо делаются с помощью именно тех граждан, которые находятся в тылу, россиян, которые сдают ВСУ позиции, где находится боекомплект, где какая часть, именно в Курской области. Но всё-таки, если вот возвращаться к вопросу бунта или другого вида сопротивления, ну, если об этом всё-таки приходится говорить. Вы знаете, бунт — это тоже традиция русская, но такая более слабо выраженная, чем те две, о которых я выше сказал. Для бунта в русском варианте нужна стихия, нужно, понимаете, какой-то внутренний импульс такого масштаба, с которым человек русский не может справиться, он не может себя контролировать. В истории Пугачёва, который написал Александр Сергеевич Пушкин, когда поехал исследовать то, что творилось в ходе восстания Пугачёва, он описывает, как башкиры из пугачёвских снимали с офицеров в крепостях кожу и человеческим жиром смазывали раны. Раны смазывали. Кстати, восстание Пугачёва, это было в том числе и национальное, восстание национальных окраин, и казачество представлено было, сам Емельян Пугачёв из рода казацкого был, но очень много примкнуло башкир, татар, вот таких, к слову сказать. Понимаете как? И ведь Пугачёв-то ведь претендовал на то, что он тоже царь, не умерший, не погибший царь. Так и тут. Для бунта нужен настоящий царь, настоящий царь, который поведёт. То есть человек, который наделён правом таким вести кого бы то ни было. О чём это говорит в нынешних условиях? Бунт-то может и зреть, недовольство-то может и есть. Но для того, чтобы его реализовать, нужен кто-то из власти, кто оспорит власть нынешнего царя, ненастоящего. Понимаете? Сюжет Бориса Годунова, кстати, про то же самое. Бессмысленный, беспощадный бунт. Это Александр Сергеевич сказал. Поэтому нужно, чтобы появился царь, другой, настоящий. Вот Путин не настоящий, а я настоящий. Неважно, будет кто это. Двойник Путина или это будет какой-то правильный царь, который за народ, типа. Поэтому, а вот такой не проглядывается. То есть сам бунт может возникнуть, но он быстро сойдёт на нет. А вот если этот бунт сверху будет спровоцирован, если кто-то во власти скажет, ну, давайте ситуацию спровоцируем, войну закончим, потому что всем она уже надоела. То есть мы от неё ничего не получаем, одни только беды. То санкции, то гибели, то деньги надо расходовать, то запертыми сидеть в России, что им не нравится власти, классу власти. То генералу сажают, а что сажают? И так далее. То нужен кто-то, кто выйдет и скажет, я знаю, как лучше, я настоящий. А это всё враги, китайские агенты. А вот такого мы совсем не видим. Если ещё можно надеяться на то, что стихия народная может себя как-то выявить, проявить себя. А вот тот, кто поведёт, настоящий царь, там, Лжедмитрий, или кто, вот его не видно. Вот этого мы не просмотрим. Ну, во всём ещё пока так, мне кажется, появится такой. Можно будет сказать, что над толпой появился герой. Вот такой чуть-чуть, берущий от власти, хоть толику какую-то, чтобы иметь праве своём повести этот народ, свергать нынешнюю власть. Март Захарович, мне интересно ещё в вашем мысли к самой одной теме. Я вот назову несколько новостей, свои некоторые размышления. Еврокомиссия предоставит Украине, предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро. Бюджет Украины на 2025 год рекорден в части, в контексте обороны. 2 триллиона гривен будет выделено. Ну и, в общем-то, мой вопрос заключается в том, каким вы видите 2025 год, потому что мы знаем, количество самолётов будет увеличиваться. F-16 будет увеличиваться. Количество патриотов тоже будет увеличиваться. Некая лояльность по отношению к ударам по вражеской территории, американским оружием, ну, с большей долей вероятности всё-таки будет принята. Украина уже подготовилась к правлению Трампа? Смотрите, там есть ещё один ключевой момент, помимо тех, которые вы перечислили, это окончание финансового года в Соединённых Штатах в октябре. Там сейчас нужно уже готовить новые 60 миллиардов, которые, помните, 6 месяцев принимались, на Новый год их тоже снова надо. То есть сейчас там, ввиду выборов, в ноябре, вопрос откладывается. Все говорят, ой, вот на финансовый год не согласовали, ещё неизвестно, как будет Украине помогать финансовому, ну, соответственно, для военной закупки, американский бюджет. Но это сложно сделать, пока исхода выборов в начале ноября не будет. Да, потом после них в экстренном порядке будет вопрос согласоваться. Как мне это видится? Хотя, казалось бы, да, раз в октябре закончится финансовый год, надо уже представить свои предложения соответствующим комитетам Конгресса, Палаты представителей, для того, чтобы вносить их уже в проект бюджета на следующий год. Но мы же понимаем, что пока выборы не состоятся, и победит либо Камала Харрис, либо Трамп, ну, сложно этот вопрос реализовать. Потому что это тот случай, когда, если можно форсировать этот процесс, там, я не знаю, сейчас подготовить законопроект, ну, допустим, на 60 миллиардов, допустим. Если придёт Трамп, то это скорректируется однозначно, по-любому. В лучшую, худшую сторону, это можно уже рассуждать. Никто определённо сказать не может. Если Камала Харрис, так и останется. Всё так и будет. Поэтому, мне кажется, этот вопрос тоже отложили, но он актуальный, он австрактуальный, потому что, вы помните, к чему привела оттяжка с декабря фактически по апрель, ну, там реально по май даже, принятие бюджета согласования в части, касающейся, ну, там апрель был, касающейся вот этих 6,5 миллиардов. Вот. Поэтому подготовились ли к приходу Трампа, допустим? Нет, к приходу Трампа подготовиться вот так нельзя. То есть, грубо говоря, мы тут договорились, всё порешали на 25-й год, и деньги есть, и выделение вооружения, и так далее. Если Трамп придёт, то он не сможет это остановить. И да, и нет. Во-первых, мы не знаем намерений Трампа, если уж мы о нём говорим, потому что по поводу Камала Харрис после 10 сентября, после дебатов, которые состоялись, в Пенсильвании они, по-моему, шли, да, я посмотрел в Калифорнии, сам только что вернулся, наблюдал их там. Можно твёрдо сказать, что позиция Камала Харрис более определённая, несмотря на все упрёки и критику уместную. Кстати, о нерешительности нынешней действующей байденовской администрации, там есть какие-то моменты, которые явно куда быстрее бы должны были решаться. Но, тем не менее. А про Трампа никто ничего определённо сказать не может. Никто ничего. Может, в этом появится определённость после встречи сейчас в Нью-Йорке, приезжает Дельенский, он уже встречаться собирается с важными лицами, официальными лицами в Нью-Йорке с учётом Генассамблеи ООН, но вроде бы заявлено, что и с Трампом будет встречаться. Штаб его об этом сказал. Может быть, о чём-то будет договорено и достигнуто на этих переговорах, если вдруг Трамп в ноябре победит на выборах и после 20 января, после 25 года, после инакурации, придёт к власти в овальном кабинете. Может быть, больше определённости здесь возникнет, но пока я бы сказал, что твёрдо говорить о том, что можно создать гарантии поддержки Украины и без действий нынешней администрации уже после её окончания работы Байденовской администрации с приходом Трампа и так сказать нельзя. По поводу Америки это сказать нельзя. По поводу Европы с большей степенью – да. Я думаю, что на следующий финансовый год выделение со стороны ЕС и военная помощь и так далее вопрос более или менее решённый. Решён. Но он тоже в какой-то степени зависит от поддержки Соединённых Штатов, а та, в свою очередь, зависит от того, кто окажется в Белом Доме. Да, мы должны определённо говорить, что приход Камалы Харрис куда скорее предсказуемее в части поддержки Украины. Гораздо более предсказуемее. Хотя, опять же, некоторые эксперты утверждают, что вы не знаете Трампа, Трамп, если придёт, он либо-либо, либо предложит, в Москве договориться, либо вообще даст всё, что необходимо Украине. Но это, конечно, звучит красиво, но это, вероятно, на категориях выдержано. Понимаете? Не хотелось бы рискованно экспериментировать. А если действительно так, почему Трампа об этом не сказать? Да. Вот так же, прямо, определённо, конкретно, точно сказать. Я поставлю Россию, встречу с Путиным, условия вот те недели, заканчиваем эту бодягу, делаем так, тебе то, тут то и так далее. А если нет, я тогда им атомную бомбу даю, я огрубляюсь. А я такого не слышал от Трампа. Всё очень витиевато, всё очень уклончиво. Всё направлено на критику во внутри политических интересах нынешней действующей администрации Байдена. А вот так, чтобы твёрдо прозвучало, что будет с Украиной и какой будет оказана поддержка, я такого не видел. Понимаете? Поэтому я доверяю всё-таки словам, которые политики говорят, а не экспертам, которые эти слова интерпретируют. Вот мне интерпретации не нужны. Ну вот мне, как бы я, условный я, я имею в виду, Украине не нужны, наверное, интерпретации. Хотя твёрдых, публичных слов. Да, я буду делать вот так. Да, я буду делать это. А тут то план Помпео, а с другой стороны сын какой-нибудь Трампа или его вице-президент Вэнс. Он же говорит конкретные вещи Вэнса. Мы же слышим, что он говорит, что Украина третестепенная вообще вопрос, и что это мы должны помогать. Вот это я слышу. Понимаете? А что Трамп говорит, я понять, вот ясно, не могу. Он Вэнса поддержит или за себя отвечает. И что бы дебатами было не воспользоваться, чтобы вот это сказать. Ну почему? У меня же все смотрят. А он этого не сделал. И был очень уклончив. И это, как бы вам сказать, не дает мне оснований считать, что Трамп будет последовательно продолжать ленивную поддержку. Пока вообще не дает мне этих оснований. Вы вспомнили дебаты. Я сейчас тоже пытаюсь сформировать некоторые свои мысли, когда я их смотрел. Вот честно, не понравились они мне. Огорчили даже. Вот так я скажу. Огорчили, потому что там был один интересный вопрос. По-моему, он был адресован только Трампу почему-то. Входит ли ситуация в Украине в интересы национальной безопасности США или национальных планах как-то так. И он сказал, в национальных интересах Соединенных Штатов это чтобы остановить, чтобы люди перестали умирать. Ну а что это означает де-факто? Де-факто это дать возможность России легализировать ее позицию на оккупацию территорий. Ну вот если вот мы останавливаем так, то есть это уже некий такой анонс того, как он видит эту ситуацию. Дальше мне не понравилась очередность в дебатах обсуждения Украины. Это было где-то там после ситуации в Израиле, хотя ну как бы масштабы, колоссальная разница между этими двумя ситуациями. То, что происходит, происходило в Израиле, в секторе Гази, то, что происходит в Украине, ну это же просто абсолютно разные вещи. Тем не менее поставили эту тему после. Ну и вот то, что вы вспоминали его слова, точнее тот тезис, который раскручиваешь, он либо даст Украине все, либо там не даст, если Путин не соглашает. Почему вот сейчас этим не заняться? Почему сейчас не прийти к Путину и не сказать, Путин, давай, ну люди умирают, давай ты все закончишь вот сейчас, а если нет, то я когда приду и стану президентом, я дам Украине все оружие. И вот это, мне кажется, более такая уже проактивная позиция, про действие, про вот, ну как-то так. Интересны ваши мысли. Ну мы не можем от Трампа чего-то требовать, хотя опять же мы же не знаем, о чем пойдет разговор между Зеленским и Трампом. Если они встретятся, то штаб Трампа об этом говорит. Подождем, что они встретятся и по итогам встречи, наверное, будут какие-то публичные заявления звучать со стороны Трампа и со стороны украинского руководства. Что может сделать Трамп? Трамп, понимаете, не стал бы встречаться с Зеленским, если бы не чувствовал, что этот вопрос влияет на исход выборов в Соединенных Штатах. Вот так бы я ответил. Если бы он чувствовал, что встреча с Зеленским повлияет в негативную сторону, наверное, он бы не встречался с Зеленским. Ну, сослался на какой-то предлог. Слушай, у меня тут очередное покушение, я тут у себя во Флориде, ну, просто не могу, не получается. А раз он встречается, то это, видимо, тоже последствия вот этих дебатов, на которых его позиция выглядела невнятной, и это могло не понравиться избирателям, особенно колеблющейся части, особенно тем республиканцам, которые однозначно поддерживают Украину. А такие в электорате-то есть? Однозначно. Ему нужно и с ними заигрывать, понимаете? И с теми, кто, в общем, отказывает Украине в поддержке, а в числе поддерживающих Трампа наверняка есть какая-то часть такая электората, да? Мы видим сенаторов, которые, там, это Грин, там, и ряд других, которые, да и Вэнс, вот, был до недавнего времени, пока не стал кандидатом в президенты, при Трампе выражали эту позицию, и это консолидированная группа, потому что она не очень большая, но тем не менее. От Трампа мы такой, видимо, программы не услышим, но он понимает актуальность и необходимость обозначения поддержки Украины. Иначе бы, повторяю, он с президентом Зеленским не встречался. Что по итогам будет заявлено, мы не знаем, но я не исключаю, что вот точно так же, как вы, мы с вами, рассуждает Зеленский и его администрации, и, возможно, попытается добиться определенности в позиции Трампа, ну, если не на самой встрече, то, как бы, сказать о том, что нам бы, конечно, бы хотелось от кандидата Дональда Трампа услышать, как он видит окончание войны. Слова о том, что я тут, мне никто не нужен, ну, как мы уже додумываем, ни Китай, ни посредники международного, никто. Я сам с Путиным встречаюсь, и с Зеленским, он так один раз сказал, а потом они вместе договорятся. Вы знаете, это очень наивный план. Это представление человека, несмотря на то, что он был уже четыре года президентом Соединенных Штатов Америки, но это очень наивное представление о том, как складывается ситуация, как идёт война, какие цели Путин преследует, очень наивное. Ну, я понимаю, что в публичном смысле невозможно всё объяснить, но это представление человека, который, ну, скажем так, по понятиям, по бизнесу что-то решает, понимаете. Мы уже много раз говорили, что большая политика, историческая политика, она по другим законам подчиняется. Здесь не всё укладывается в интересы и деньги, понимаете. Не всё можно реализовать через вот этот материальный интерес. Путин, он изображает миссионерство некое, да, миссию историческую, вернуть СССР, понимаете, под контроль Москвы. А это выходит за рамки денег. Это же невыгодно, а тем не менее он это делает. Поэтому Трамп не до конца понимает, как эти исторические ритмы, вся эта история двигается. Ему кажется, всё можно обо всём договориться. Знаете, как бизнес-подход. История показывает, что это далеко не всегда так. Далеко крупные бизнесмены не становились удачливыми историческими политиками. Поэтому реальность может быть совершенно иной. Но, а может быть, что он просто и не понимает, как он будет действовать. Он сам не знает ещё. Вот вы ему зададите, в чём вам про активную позицию он говорит, я их не знаю. Он откровеннее беседовал на исповеди священника. Он бы сказал, я не знаю. Я сначала выиграю, а потом буду думать, как ведь действовать. Мне главное добиться места в овальном кабинете. А дальше я уже посмотрю. И вы знаете, вполне может быть, что он именно так и считает. Отдельным блоком хотел бы с вами обсудить вот эту историю переговоров. Вы уже по чуть-чуть, так сказать, начали вспоминать то, что наш президент поедет в Соединённые Штаты, всё это будет общаться. Ну вот, один месяц осени уже подходит к своему завершению, а Украина декларирует некоторые цели, что именно в этот период можно закончить прекращение огня. В этом замешано очень много всего. И визит нашего президента в Соединённые Штаты, и план победы Украины, который будет представлен, который, с одной стороны, говорит об эскалации, потому что как бы нацелен на то, чтобы разрешить бить по российской территории. С другой стороны, как будто бы нацелен на мирное урегулирование. Я думаю, что Курская область там занимает не последний пункт. Саммит мира, на котором тоже Россия должна принять, ну её принудить должны, чтобы она там приняла участие. Вот такой запутанный клубок я сейчас вот говорю. Хотелось бы, чтобы вы помогли его распутать. Ну и добавлю ещё немножко путаницы в виде Арестовича, который сетует за основу мира именно стамбульские договорённости. И он как бы в свойственной для себя манере говорит, что вот Украину там продадут, то всё, и в общем-то нужно идти на реальный формат стамбульских переговоров. И как раз таки вот он говорит, что как будто это произошло уже всё. А я думаю, что это как раз таки элемент борьбы, в которой он тоже, может быть, участвует как-то и гнёт вот эту линию в стамбульских договорённостях, которые как бы не видели документ ещё, никто не показывал нам его подписанный. Ну, в общем-то, вот такая сложная история, вот этот цикл осень, переговоры, вот эти очень много фактов. Как всё расставить по местам? Вы знаете, Арестович, я не видел конкретно этого заявления, но если он действительно сказал, что стамбульский процесс, стамбульские переговоры это более выгодные для Украины, я из этого исхожу, формат, мне так не кажется. Вот из того, что просачивалось из документов, которые там были, а мне кажется, что это как раз серьёзное ограничение суверенитета, я уже не говорю про территориальные уступки, и фактическая ликвидация перспектив, отмена перспектив для Украины интеграции с НАТО и Западом в целом. Мне что-то так не кажется. Ну, помимо того, что там армия ограничена, должна быть личный состав вооружения, лимиты всякого рода и так далее, поэтому я, честно говоря, не вижу, для чего именно в том виде продолжать стамбульский формат. Какой он был, ну, так от него Украина уже один раз отвергла, она его отвергла, ну, кто-то скажет, это потому, что был повод в связи с Бучей, а я хочу сказать, что его отвергли, потому что это был вариант капитуляции, ну, может, более мягкий, чем тот, который Путин сейчас демонстрирует, но это все равно капитуляция. Не знаю, мне так не очень заходит, что стамбульский формат нужно возобновить просто механически, и это дает Украине больше шансов. Мне так не кажется вообще. Совершенно так не кажется. Что касается, что касается мирных переговоров и всего остального, формула мира, сначала предложенная Зеленским и под Люцерном состоявшаяся саммит в конце июня, сейчас формула победы из пяти пунктов, которые везут, я скажу свое личное мнение. Я считаю, что в офисе президента не дураки, и Зеленский далеко не наивный человек. Мне кажется, это просто маневр. Это просто постоянно вбрасывание разных планов для того, чтобы демонстрировать, что Украина, а, готова к переговорам, она хочет мира, потому что ее упрекают в несговорчивости Москва, и некоторые прокси со стороны Москвы, они то в СМИ запускают, то отдельные политики говорят о неуступчивости Киева, что нужно идти на компромиссы. А вот, пожалуйста, формула мира, чем вам не нравится, пожалуйста, присоединяйтесь к формату, это же международный правовой формат, вполне отвечающий интересам и мира, и прекращения войны, и так далее. И формула победы туда же относится, потому что, а, ну нет, не хочет Москва или Китай там в купе с ней принимать участие в форме мира, ну тогда есть формула победы. Если хотите, до конца, с октября по декабрь можем это реализовать. Я глубоко убежден, что отдают себе отчет на Банковый и сам Зеленский, что до ноября, пока не станет ясно, кто станет президентом Соединенных Штатов, такой план реализовать невозможно. Никто на такие риски не пойдет. Берегусь, он продолжит действовать осторожно, оставшиеся до выборов полтора месяца, практически конец сентября, весь октябрь и первую неделю до выборов ноября останется осторожен, не пойдет ни на какое резкое изменение ситуации. Да, после победы Камала Харрис, да, вот тут будет гораздо больше возможностей, руки развязаны, можно будет действовать широко. Может быть, не все пять пунктов, но какие-то уже начать реализовывать. Почему нет? И в частности, как раз вы правильно сказали, обстрелы вглубь российской территории до 300 километров, с теми же Атакамсами, я считаю, что это назревшее решение, но до выборов, до 5 ноября вряд ли оно состоится, это решение. Вряд ли Украине эту возможность предоставят. Почему? Потому что боятся проиграть выборы, вот и все. Внутриполитический процесс влияет на все остальные вопросы. Но, повторяю, что касается мирного процесса, проблема заключается в неготовности России ни в каком формате принимать участие, кроме того, который гарантирует ей преимущества. Понимаете? Они даже специально Орбана для этого запускали, чтобы выбрать китайскую площадку в качестве посреднической роли его Китая, Пекина по отношению к участникам конфликта. То есть, они хотят на своих условиях провести мирные переговоры. И даже если допустить, что вот эти сорвавшиеся за Курской операцией в начале августа переговоры в Катаре, которые якобы должны были начаться, опять же, никто их не подтверждает официально. Они же тоже, так сказать, имели специфику, поскольку, по-видимому, в них не принимал участие Китай. Поэтому Москва их могла и сорвать даже без Курской операции, сославшись на это как предлог, что вот, мол, мы-то были готовы к переговору, но вот взяли и провокаторы, и бандиты, как он их сказал, это называют так ВСУ, вторглись, провоцировали, значит, вторглись в Курскую область. Ну, понятное дело, что они будут ссылаться на это. Вы видите войска из Курской области, а мы тогда пойдем на переговоры, так что ли? Ну, как война продолжается, никто ее не останавливает, и в частности, прежде всего, ее не останавливает сама Москва. Что сравнивать масштаб занятых территорий в Курской области и всеми остальными занятыми российскими войсками на территории Украины? Поэтому я пока предпосылок для серьезных мирных переговоров вот я лично не вижу. Из-за позиции Москвы и, скажем так, проблем, которые имеет Запад, который мог бы занять гораздо более активную, может быть, позицию, та же администрация Байдена, а она расположена к переговорам, это точно, абсолютно, из-за неопределенности ситуации политической, связанной с выборами 5 ноября в Соединенных Штатах. Что касается Киева, Киев теперь может смело говорить, послушайте, мы предложили меру, они отказались, мы предложили план войны, к нему пока не готова американская сторона и ряд союзников. Хотите еще пять планов предложен? Ничего из этого не начнется, пока не будет ясности, кто в следующие 4 года будет занимать Белый дом. Более чем 3,5 тысячи человек нас сейчас смотрят в прямом эфире, всем говорим спасибо. И, друзья, если вам нравится линия разговора, напишите, пожалуйста, «да», если не нравится, то воздержитесь и не пишите слова «нет». Но все-таки Курская область это то, где мы не собираемся быть надолго, это все-таки перевалочный пункт, грубо говоря. Так на что обменять и когда обменять? После выборов? Ну, это будет зависеть от многих обстоятельств. Москва сейчас пытается деоккупировать два района Курской области, они там говорят, что 25 квадратных километров освободили, но, видимо, Украина занимает до тысячи квадратных километров. Это неспоставимый интемп. До конца года у Москвы какие бы резервы она ни бросила в Курскую область, вряд ли им удаст выдавить в Сумскую вооруженные силы Украины. Вряд ли. Ну, пока, я, опять же, не военный эксперт, пусть об этом говорят люди, которые ползают с карандашом по карте, что называется, и лучше в этом разбираются, но пока я не вижу какого-то резкого темпа в деоккупации территории этих двух районов в Курской области. Я не вижу. То есть, с высокой степенью вероятности ближайшие октябрь, ноябрь, декабрь вооруженные силы Украины продолжат находиться на территории Курской области и вряд ли будут выдавлены. Может ли измениться худшую сторону для российской стороны этой ситуации, допустим, захлебнется попытка деоккупации со стороны частей соединения вооруженных сил России в этих районах и побегут, и там рельеф местности очень специфичный, там речка вот эта, это еще потенциально с тысячей километров, но так обсуждают эксперты. Такого тоже исключать нельзя, тоже исключать нельзя, хотя я в целом вижу, что Украина сознательно остановила продвижение там в свое время в августе на Курчатов, на атомную станцию Курскую, там на Курск в конце концов, от Курска до Москвы кстати 500 километров, вот, сознательно остановила, потому что это военные цели, они относительно достигнуты, сейчас вопрос, как их конвертировать в политические дивиденды, это важно, и поэтому и удерживать Курскую область, вот, суджу и все, что прилегает к ней, выгодно именно из политических целей, почему, чтобы подойти с этой сильной переговорной позиции к любым обсуждениям возможного мира, понимаете, сказав, что мы Курску освободим, а вы, пожалуйста, освободите территорию Украины, понятно, что это не сопоставимо по километражу, по квадратным километрам, ну, во-первых, ситуация еще может явиться, а во-вторых, внутри самой России тут непонятно, какие реакции будут, это же не по квадратным километрам надо менять, да, всех на всех, как с пленом, вы нам всех, которые у вас, а мы вам всех, которые у нас, так и тут, вы нам все наши территории, а мы ваша территория, логично же, скорее всего, Москва, разумеется, на это не пойдет, вот, но, я бы сказал так, на переговоры лучше выходить с козырей, что называется, обладая частью Курской области, занимая ее, чем без нее, очевидно, что это элемент переговорной позиции, которая усиливает украинскую сторону, усиливает, если бы еще был кусок Брянской, например, области, Белгородской, так вообще можно говорить, три области на три, давайте меняем, и так далее, поэтому, на самом деле, понятно, что на переговоры это сильно влияет, линия фронта искривилась вглубь территории России, к этому Москва, в общем и целом, не была готова, я, кстати, допускаю, что вполне может быть, были какие-то тайные договоренности между Вашингтоном и Москвой о том, что Украина на территорию России не зайдет, но война, она своей диктует законы, прошло два с половиной года, как эта война идет, если даже и были какие-то там обязательства, договоренности и так далее, они все обнулены, они никакой роли больше не играют, вот и все. По линии Китая, Си Цзиньпинь должен увидеться с Путиным в октябре, пробежала тоже информация о том, что Си Цзиньпинь в этом же октябре должен увидеться и с господином Зеленским. У меня была возможность пообщаться с господином Подалеком, который не подтвердил эту информацию, ну и радужно ее не опроверг, сказал лишь только, что об этом должны говорить соответствующие люди, министерства, как бы вот так. Но на мой вопрос о том, открыт ли Китай к саммиту мира, вот он тут скептически отреагировал, сказал, что Китай, он все-таки следует своим интересам, ну и не факт, что тут они переплетаются. Ну что касается встречи Зеленского с Си Цзиньпином, ну я лично выскажу экспертное наблюдение, я думаю, встреча скорее всего будет. Почему? Потому что они несколько раз уже разговаривали по телефону, они значит высказывали какие-то вещи публично. Зеленский говорил, что ему лично Си Цзиньпин обещал, что не будет помогать России оружием и так далее. Ну, причем на это ссылался Зеленский, по-моему, это было в мае или в июне, по-моему, в канун саммита мира. Я думаю, что для этого заявления ему были даны полномочия со стороны китайской страны. Они сказали, да, это можно озвучивать, видимо. Я думаю, что это не... Потому что, видимо, Китай, вообще очень публично придерживается этой позиции, а это свидетельство расположения. Потому что, если вы Китай говорите, нет, а мы все равно в Москве будем помогать, то это, конечно, сильно препятствовало попыткам непосредственного диалога Зеленского и Си Цзиньпина и так далее. А когда, собственно говоря, Китай занимает, пусть даже нейтральную позицию, но такую, которая не помогает Москве в военном плане, военно-политическом, это вообще отсутствие препятствий для такого диалога страна, которая уважает суверенитет Украины, а Китай это провозглашает. Почему бы не встретиться? Конечно, здесь могут напряжения возникать по линии Вашингтон-Киев, но я думаю, что Киев согласовал этот вопрос с Вашингтоном. Понимаете, что Китай это один из инструментов попыток давления на Москву, и в этом смысле Зеленский пытается именно для этого использовать отношения с китайским руководством, чтобы надавить на Москву. Ну, там есть и примыкающие к этому вопросу, но надавить на Москву может только тот, кто перед Москвой обладает необходимым авторитетом и возможностью давления на нее. Китай точно к этому относится. Можно спорить о степени, насколько Китай управляет Москвой, Кремлем. Это можно спорить бесконечно, то ли много, то ли мало, но то, что он к числу таких субъектов в международной политике относится, оспаривать сложно. Ну, и плюс, смотрите, какая еще ситуация. Китай действительно руководится своими интересами, это не новость про китайские интересы китайского руководства, ни про московские, ни про европейские, ни про украинские, просто своими. Что они с этого хотят получить? Пока они не видят интереса для того, чтобы вовлекаться непосредственно в миротворческую миссию, брать ее на себя, тем более, как это сделать, если есть еще США, которые не хотят этого. Пока они не видят прямого для себя интереса. Ну, условно говоря, мы вот войну остановим, а вы нам Тайвань отдайте. Ну, я так огрубляю, да? Ну да. Хотя это могут быть пунктов много, чего они хотят. А кто это должен обеспечить? То есть, либо США, либо Европа, либо кто-то. Все равно это апелляция к коллективному Западу или к третьим странам и так далее. То есть, если бы Китаю предложили такой размин, я вас уверяю, они бы, согласитесь, они бы вообще, то есть, землю ели, они бы заставили Москву делать все, что угодно. Ну, попытались бы. Но, видимо, никто этого ничего не предлагает. Поэтому Китай действительно для себя в участии в миротворческой миссии пока, во всяком случае, интереса не видит. А без этого интереса Китаю чисто отвлеченное посредничество, оно ни к чему. Пример конкретный. Ведь они же вот сумели подписать договоренности между Тегераном и Лилиядом, Саудовской Аравией и шиитами иранскими. Хотя, так сказать, враги из врагов. Вы не представляете, как они другого ненавидят. Что получил за это Китай? А как что получил Китай? Он вообще получил нефть. Он получил особое отношение с Тегераном. Тегеран нуждался в этом. Это предпосылка для перевозобновления сделки БГТ по ядерной программе Ирана. Снять участие, санкции и так далее. Ну, много чего на это нанизывается. Но Китай-то от этого извлёк свою пользу. Извлёк эту пользу конкретно и с Ираном, и частью Саудовской Аравии. Так что Китай не бесполезно для себя это действовало и брал на себя эту миротворческую миссию. А миссии с Украиной пока не очень понятно. Китай и так от Москвы имеет нефть. Всё хорошо. И газ покупает по сниженным демпинговым ценам. И другой имеет всю высокой степень зависимости Москвы от Китая. Потому что Китай это главный и единственный по сути такого масштаба окно во внешний мир. Потому что дальше с Запада всё обложено санкциями. Другие игроки, ну может Индия только сопоставим, а все остальные это более мелкие. Мелкие предоставляющие возможности для импорта и всего остального страны. Китай производит всё. У Китая всё закупать. Люди из России сообщают, что всё китайское. Машины китайские. Техника китайская. Вообще всё китайское. Даже промышленное оборудование всё китайское. Представляете, если Китай вообще это оборвёт всё. Вообще всё станет. Не у кого брать будет альтернативно. Понимаете? Ну там, например, буры там для нефтяной промышленности, ещё что-нибудь. Ну потому что их производится в Китае, а их ещё в Великобритании происходит, в Америке ещё где-то. Ну то есть поэтому Китаю нужно прямые гарантии его, защиты его интересов. Украина таких гарантий дать не может. Это может сделать только Запад. Ну а Запад тоже ищет своих интересов. Так что всё это согласовать в таком виде вот быстро невозможно. Пять тысяч человек нас сейчас смотрят в онлайн-трансляции. Я вам, Марк Захарович, говорю спасибо, потому что это интересный и важный разговор, в том числе я надеюсь, что он был таковым для наших зрителей. Рад был повидаться и спасибо вам большое, было интересно. Да. Всем всего доброго и до свидания. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова